Дефицит компонентов крови всех групп испытывают сейчас в областном центре крови. Ситуация не критическая, но сложная. Запасы для оказания неотложной медицинской помощи имеются, но их необходимо пополнять. В связи с этим специалисты центра крови усилили работу по привлечению доноров. Дело в том, что ситуация по потребности в компонентах крови с учетом именно групповой результ принадлежности, она даже в течение дня меняется несколько раз, потому что заявки от медицинских организаций к нам поступают в круглосуточном режиме. И никогда не знаешь, в какое время какой пациент поступит и с какой группой крови. Поэтому это все достаточно стихийно происходит, и мы ориентируемся каждую минуту, каждый час. По словам Елены Иосипенко, летом всегда наблюдается тенденция снижения активности доноров. Связано это с тем, что люди уезжают в отпуск, покидают пределы города. Усугубляет ситуацию и заболеваемость населения коронавирусом. После болезни человек получает медотвод от донорства как минимум на месяц. И плюс ситуация эпидемиологическая, она, конечно, осложняет нам жизнь уже второй год. Но что сделать, сейчас еще плюс присоединилась вакцинация, после которой у человека медицинский отвод от донорства на месяц после второй вакцинации. По сути дела, они от нас уходят уже не на месяц, а на два. Еще один фактор, играющий роль в дефиците компонентов крови – это установившаяся в нашем регионе жаркая погода. В этом году нетипично жаркая погода. У нас же обычно 2-3 дня жара, потом как-то спад идет. В этом году вот такая длительная жара, она действительно, я думаю, что повлияла на состояние. И не только возрастных людей, а всем людям было очень тяжело в такую жару. И после донации, я думаю, что да, были такие ситуации, когда донорам было плоховастенько во время донации или сразу после донации. По словам Елены Иосипенко, этот фактор можно легко устранить. Достаточно накануне процедуры донации и после нее употреблять больше жидкости, чтобы увеличить объем крови и разжижить ее. А сразу после процедуры специалисты рекомендуют отдохнуть. Как отметила Елена Иосипенко, несмотря на жаркую погоду и другие факторы, больницы работать не перестали, так же, как и люди болеть. Поэтому доноров призывают к активности. Кроме того, впервые за последние десятилетия потребность медорганизаций в компонентах крови увеличилась на 10%. Процедура сдачи крови занимает совсем немного времени. От момента сдачи анализов до завершения донации пройдет не более 30 минут. Однако этот потраченный вами отрезок времени может помочь спасти чью-то жизнь. Аспанка Кимжанов, Яна Гала, РТН